Всем привет, меня зовут Олеся, добро пожаловать на мой канал. И пускай я немножко запоздала, но я буду подводить косметические итоги лета. На самом деле я даже не представляла, что я столько всего попробовала за это лето, пока это все дело не разложила перед собой. А это учитывая факт того, что некоторые косметические штуки, которые я тестировала летом, которые показывала, уехали к своей законной обладательнице, потому что очень много косметики в этом году, этим летом в частности. Мне прислала подруга Алена, инстаграм-блогер, как всегда оставляю ссылки там внизу в инфобоксе. И, в общем, косметики как бы нет, мнение о ней есть. Я, как правило, рассказываю об антифаворитах, о косметике ни то ни сё, которая не шибко порадовала, но не особо меня огорчила. И, как правило, завершаю я такие ролики на мажорной ноте, рассказывая о фаворитах. В этот раз все будет не так. Вы только посмотрите, например, сколько тональных я попробовала, вы только гляньте, за это лето. Да, пушка, а здесь две как бы базы. Некоторые тональные друг друга дублируют, но здесь, например, не достает тонального от сисли, который я тестировала просто в хвост и в гриву. Затем мы поговорим о консилерах, о средствах для лица, и я увлекаю вас в конец этого ролика, потому что там в конце будут тени, которых было очень много. Но без тени у меня не проходит практически ни один ролик, потому что это моя любимая такая косметическая опция. И пускай некоторые тени меня разочаровали, все равно это самое интересное, самое лакомое. Так, начнем с баз. Базы. Я попробовала за это лето, по-моему, не более двух баз. Может быть, я и ошибаюсь, я глянула все свои ролики, но не вспомнила больше, чем вот эти две. Одна из которых от Lumine, матирующая, мне не понравилась. После того злополучного ролика, где, в общем, дела не завадились, дело в том, что эта база создала только дополнительный слой и, наоборот, повлияла в худшую сторону на то, как носился тон. А самое главное, на то, как он лежал на лице или сидел на лице, как у нас тут принято говорить. Потому что на той половине, что я показываю, на той половине, где у меня был вот этот вот праймер, скатался тон гораздо быстрее в складке и выемке, нежели на той половине, где его не было. Иными словами, в летнем мейке это был просто лишний дополнительный слой. Ладно, если бы здесь был СПФ. Можно было тогда бы простить, понять и обнять. После этого я дважды пыталась его тестировать с другими тональными средствами, но результат всегда был один. Либо я вообще не видела никакого результата, либо, напротив, я видела быстрее скатывание. Чего нельзя сказать о другой базе, вот этой, от Clorans, вот эта работающая вещь, потому что она прекрасно затирает поры. Это с одной стороны, и, как мне показалось, немножко продлевает стойкость тонального крема с другой. Я все равно не злоупотребляла ею этим летом. Наносила я ее исключительно дозированно, как раз на самые мои расширенные поры. База хорошая, и мне очень нравится, как она пахнет. Одно, но, во-первых, она дорогая, хотя в этом году на нее были скидки, она продавалась там рублей, по-моему, за 900. А во-вторых, ее здесь мало, всего 20 мл. Я показывала ролик, в котором я сравнила вот этих два тональных крема от L'Oreal, Skin Paradise и от Max Factor. В общем, по функционалу они заявлены приблизительно похожими. То есть, это легкие такие тонирующие флюиды, которые летом обеспечивают защиту от SPF, разносятся максимально быстро, смотрятся максимально натуралистично, но с небольшим все-таки отрывом победил именно вот этот тон от Max Factor. А вот этот немножечко проиграл. На самом деле, оба тональных крема не станут моими любимчиками. Я о них благополучно забуду. Я даже не уверена, что буду дальше ими пользоваться. Хотя они неплохи. Но они неплохи, знаете, на такую слабенькую четверочку, на основательную троечку. Дальше. По типу кожи мне не подошли вот эти тональные. Вернее, один тональный в двух разных оттенках. От Lumine. Называется это Tone Natural Glow. Это легкий флюид, который немножечко-немножечко выравнивает кожу. Смотрится очень натуралистично, очень красиво. Его практически не видно на коже. Настолько не видно, что я его советую тем людям, которые хотят добавить немножко лоска лицу. Но при этом вот категорически против плотного тонального покрытия. Вот это ваш пассажир, как говорит мой брат. На самом деле этот тон не подойдет, скорее всего, обладателям, как у меня, жирной кожи, потому что он все-таки быстро блестит и не отличается завидной стойкостью. Но я думаю, что он понравится людям с нормальной кожей и, возможно, сухой. Так что, в принципе, тон неплохой. Просто не подходит мне лично. Следом. Следом я покажу тональный крем. Вот он. Я пытаюсь просто найти вторую его версию. Я помню точно, что их было два. Ладно, хватит нам и одного пузыречка для того, чтобы его обсудить, который меня не сильно впечатлил, хотя первый затест на самом деле был очень благополучным. И многие люди начали писать, блин, да как же так? У меня совпадает мнение с вами относительно других тонов, а вот с этим мы вот совершенно не согласны. Да я сама с собой не согласна, потому что в дальнейшем, когда я начала его наносить на себя, я поняла, что если тонко его распределяешь, он западает в поры. А если толсто, то он становится видным. Но и это по убеды, потому что он начинает закатываться, опять же, на стыках. У него много силикона. И из-за этих самых силиконов происходят неприятные для меня метаморфозы. Здесь он начинает собираться в подбородке, в этой впадинке. Начинает, опять же, на стыках, как у меня это происходит. Его становится видно, он устает и начинает отслаиваться от лица. Но на короткую дистанцию, если снимать ролик, он неплох. Потому что именно в кадре кожа с этим тональным блю выглядит хорошо. Он недаром называется блюрищим. И он, правда, как-то хорошо. Особенно смотрится первые, наверное, полтора часа на камеру. Но потом не очень. В общем, для жизни тон не годится. Дальше вам покажу тональный крем от Lumine, который называется Lasting Finish. Это очень давно вышедший тон. И вы знаете, он действительно, наверное, соответствует времени, когда он был выпущен. Сейчас это не современный тон. От него есть ощущение парника на коже. Но он по типу кожи мне не подходит. И очень неприятно ощущается на коже. В общем, не буду, наверное, я им пользоваться. Для меня вот эти все тональные средства оказались приблизительно на одном уровне. К каждому из них есть претензии. Либо какие-то объективно-субъективные. Либо просто потому, что у меня другой тип кожи, который не годится для них. Наверное, это странно прозвучит. Но, наверное, лучшим тональным кремом этого лета я могу признать вот этот тон от L'Amel. У него очень короткий состав. Я, когда его увидела, так удивилась. Такое ощущение, будто его делали, ну, очень-очень просто. Но при этом он отличается неплохой вот такой стойкостью. Не выдающейся, но средней. Ну, например, выше эта стойкость, чем у этого флюида. Плюс он смотрится натуралистично. Плюс у него SPF 30. Ну, все равно неплохо. На удивление, он оказался беспроблемным каким-то. Вот прям хороший летний тон. И сказать против него, в общем, абсолютно нечего. Тонального крема от CISL со мной уже нету, потому что он уехал к Алене. Но я отлично помню свои эмоции по его поводу, потому что я его тестировала целую неделю. И он, с одной стороны, мне очень понравился своим натуралистичным, красивым, тонким покрытием, хорошей пластичностью. Но, с другой стороны, он отличается такими ужасными характеристиками, которые не соответствуют его цене, что, опять же, выше 4 баллов я ему поставить не могу. Первое. Он страшно окисляется вот буквально на 2 тона. Очень сильно. И это один из самых светлых оттенков, который был у меня. Но если на моей коже это смотрится нормально, потому что, в целом, я человек загорелый, то я уверена, что белокожий человек не скажет спасибо, в общем, производителю CISL за свои оранжевые края вот здесь на шее. Второе. Второе, что он не отличается такой завидной стойкостью, на которую он как бы претендовал изначально из-за надписи на упаковке. Там написано, что он то ли long lasting, то ли он суперустойчивый там какое-то. В общем, было там какое-то слово, которое указывало на то, что носиться он должен как не в себя. Ничего подобного. У него довольно посредственная средняя стойкость. Вот выдающейся стойкостью в моей коллекции отличались вот за все время, сколько я тестировала тональные только 2 крема. Один из них от Tarte, который с глиной. Не помню, как он называется уже. В упаковке там его было очень много, то ли 40, то ли целых 50 мл. А второй это тон от Lancome 24 часа. Продолжу консилерами. Это самая малочисленная кучка. Я по-быстренькому о них расскажу, потому что за лето я попробовала только 2 консилера. Да, держу 3, но просто это 2 оттенка одного и того же консилера от Lumine, который называется Bleu. И вы знаете, я к этому консилеру потеплела. Первоначально, когда я его наносила, я сказала, что он подойдет только молодой коже, на которой абсолютно нет никаких морщин. И самое главное, чтобы кожа была не сухой под глазами. Но потом я поняла, что все зависит от того, чем его закреплять. И если закреплять его какой-нибудь не очень сушащей, светоотражающей сатиновой пудрой, я, например, закрепляла его пудрой от Chanel, которую сняли с производства, то прекрасно он сидит, он прекрасно смотрится, ничего не подсушивает и долго носится. На самом деле он оказался намного лучше для меня, чем вот этот консилер от Hourglass, которому я зачем-то потом вернулась. Я буквально 2 дня его относила, а потом подхожу к зеркалу и понимаю, что у меня такие морщины под глазами, такая кожа с сухарем. И я решила их сравнить. Я, правда, не снимала это на камеру, но я нанесла на 2 разные половины, относила целый день и поняла, что кожа с вот этим консилером смотрится у меня намного хуже к концу дня, чем с вот этим. И вот так мало-помалу я перешла практически вот на этот консилер, потому что для лета мне больше все-таки понравились стойкие консилеры. Я на время от своих жирных, маслянистых отказалась. И пользовалась я оттенком Medium, но, наверное, потом буду смешивать его с оттенком Light. В общем, неплохой консилер. Я оцениваю его, наверное, сейчас на 4 с плюсом. И недавно я презентовала, буквально два ролика назад, ролик назад, вот такой консилер от Елена Рубинштейн, который называется Magic Concealer. И я, кстати, тогда восторгалась, что его целых 15 мл. И потом девочки мне написали обратить внимание, что его нужно использовать в течение всего 6 месяцев после того, как ты его открываешь. И написали, что он действительно начинает портиться. И в таком случае получается, что бессмысленно 15 мл, потому что при всем желании ты не выможешь на себя 15 мл консилера. Ну, разве только для визажиста такой объем годится. А еще позже мы вспомнили совместными усилиями, на что он еще похож. Бюджетным аналогом этого консилера можно назвать консилера Тевелин, тоже в тубе. Я потом вспомнила, ведь они действительно очень похожи. Оба мягкие, довольно пластичные, хоть чем разноси. Они не скатываются, если закрепить, разумеется, пудрой. У них не самая выдающаяся стойкость. Например, здесь она выше. Но в целом ее хватает на хороший такой полноценный 8-часовой рабочий день. Я уже в новой футболке, потому что я успела испачкаться чем-то. И я продолжу карандашами, которых у меня великое множество. И это далеко не все. И большая часть карандашей – это гелевые для глаз. На самом деле, покупать одному человеку такое количество гелевых карандашей вообще ни разу не целесообразно, потому что спустя полтора года они начинают сохнуть, они уже комкуются, они не так круто держатся. Но меня оправдывает тот факт, что большую часть карандашей в этом году я получила на обзор. А вот целенаправленно я сама покупала карандаши от Кика Милана. Сколько их у меня? 7 штук целых. И вы знаете, это такие классные карандаши. Я заказывала их дважды. Первый раз я поняла, насколько они классные. Тут же побежала дозаказывать. Вот их сколько. И некоторые из них я уже вот так основательно поюзала. Например, 0,3 оттенок. Это невероятной красоты бронзовый карандаш. И есть мейки, в которых фигурирует этот карандаш, которые получили максимальное количество вашего одобрения и кучу добрых слов. Настолько они хорошие. Прежде всего, это самые стойкие бюджетные карандаши. Ну, нельзя их назвать прям совсем бюджетными. На самом деле, их лучше всего покупать, конечно, на скидках. В противном случае, в общем, выходит так достаточно дорого. Но из тех, что доступны, это определенно самые стойкие. И они по этой характеристике максимально похожи на карандаши от Марк Джейкобс. И даже по отрицательным характеристикам тоже похожи. И те, и другие, например, я не могу на своих чувствительных глазах носить на слизистые. Потому что глаза очень сильно быстро устают. Да, я периодически вот этот бронзовый все-таки наношу. Настолько мне нравится он в мейке. Но делаю это довольно редко. Зато они сразу же застывают. Они недвижимые. И они, к сожалению, в этом смысле не прощают ошибок. Если вам нужно больше времени для того, чтобы, ну не знаю, подправить свою стрелку, то могу я вам порекомендовать Каялы от Vivienne Sabo. Очень достойные. Да, они не такие стойкие. И близко не такие стойкие. Но, тем не менее, они достаточно стойкие. И они круто выступают в качестве подложки, например, под растушеванную стрелку. И я их очень в этом смысле полюбила. То есть они податливые. Их можно тянуть. Закрепив тенями, их можно носить довольно долго. Еще от Lamelle, например, в этом году я открыла вот такие карандаши. И вначале вообще их не поняла, потому что мне показалось, что это карандаши тени. Но они в этом смысле не работают, потому что они жуют веки, они сухие. Но потом я выяснила, что они прекрасно работают в качестве подложки под тени, наносимые вот сюда, во внутренний уголок глаза. Как правило, у меня там тени блекнут очень быстро. А вот на такой карандашной подложке они держатся превосходно. Открыла для себя вот такие карандаши от Stellar для губ. Очень они мне понравились. В натуральных оттенках они не слишком жирно рисуют. Они чуть-чуть суше, чем их предыдущие версии. И если раньше я такие карандаши вообще не понимала, мне нравилось, что прям жирно-жирно рисовали, то сейчас я их оценила за их натуральность. Они очень красиво смотрятся и очень-очень естественно. Еще попробую вот такие карандаши, самые обычные от Lamelle. И, наверное, я бы не обратила на них внимания, если бы мне не предложили при помощи вот таких теней неоновых создать Make. И очевидно, что они созданы в качестве подложки под такие неоновые тени. Да, я обещала про тени в конце рассказывать. Ну, раз разговор разошел, давайте здесь покажу. И я могу сказать, что они прекрасно не только сработались вначале, но и держалась такая конструкция до конца дня. Так что, да, респект и хорошо это все сработало. Стени оказались податливыми. Да, немножко суховатыми, но в целом они прекрасно тянулись. А это я очень-очень сильно ценю. То есть, тушуются они хорошо. Вот это вот все работает вместе прекрасно. Дальше, дальше пойдут туши. Слушайте, столько их было. Давайте я, наверное, всей кучкой покажу. Вот столько туши я попробовала. И все мимо. Дело в том, что самым большим разочарованием для меня для начала явилась вот эта тушь от Huda Beauty, потому что обе щеточки никудышные. Ресницы получаются такими толстыми жирными столбиками. Я очень люблю кремовую жирную текстуру, но только в том случае, если с нею справляется щеточка. Здесь щеточки обе с ней не справляются. Неоднородно распределяется эта жирная масса по ресницам. Ресницы куцы, в разные стороны смотрят склеенные. Просто кошмар. И я пыталась найти к ней подход неоднократно, потому что она дорогая и огроменная. Я уже не помню деталей, сколько на каждую половину приходится вот этой туши. Нет, я хоть детали не помню, но прочитать зато могу. 8,5 мл на каждую половину приходится. И получается, что это все в топку, в мусорку. Дальше. Блин, одна хуже другой. Вот это вот не какущая от Revolution Big Lash. Огромная неудобная щетка мохнатая. Ресницы куцы. Дальше. Две абсолютно сухих туши от L'Amel вообще никакие. Дальше. Жирно рисующая, вроде бы неплохая тушь от Maybelline, но щетка неподатливая. И это, знаете, такой прикол, потому что все эти щетки очень похожи друг на друга. То есть такая щетка стали. Но некоторые, в общем, работают нормально, выкладывают ресницы. А некоторые почему-то при этом вообще ни разу не работают. Ну вот объясните, как так выходит. Вот что нужно было там такое сделать, чтобы ресницы все смотреть начинали в разные стороны. И при попытке их, значит, направить куда-то, они сопротивлялись. Вот эта щетка никудышная. Опять же, она не справляется вот с такой жирной, пластичной, классной кремовой текстурой. То есть текстура классная, щетка ужасная. Дальше. Вы знаете, я в очередной раз купила вот эту тушь от Maybelline. Давно не покупала. Несколько лет, которая называется Lash Sensational. Когда-то была моя самая любимая. И я ее сравнивала с моей любимой тушью Айкониста от Catrice. Но поносив эту тушь, я поняла, она гораздо более стойкая. Но все равно она не дает такого крутейшего объема, какой дает мне все-таки та тушь. И я поняла, что я все равно ее куплю. И для того, чтобы она держалась более цепко на ресницах, я буду ее закреплять вот этой тушью. Потому что она имеет такую же щеточку подконтрольную, которая способна уложить ресницы так, как нравится. А я люблю солнышком. Немножко вытягивая внешние ресницы к вискам. Про туши от Stellar я буквально недавно рассказывала. И говорила, что две из них мне понравились, а две не очень. Так вот, есть у меня апдейт по одной из тушей, которая мне понравилась. Которую я ношу сейчас на повседневной основе уже как неделю. Несколько дней спустя, вчера и позавчера, я заметила под глазами такие черные крошки, которые мне упорно намекают, что тушь начала сыпаться. И мне это, конечно, не нравится. Потому что я покупала уже тушь, которая от Stellar была в магазине Magnet Cosmetics. И она сыпалась буквально с первого раза. И я тогда решила, что это все из-за неправильных условий хранения. Еще по какой-то причине это произошло. Но я так понимаю, что, в общем, этой болезнью болеют абсолютно все туши от Stellar. Опять же, не хочется обобщать. Но когда второй раз это происходит, это вызывает вопросики. Зато сколько было чудесных бронзеров. И я в этом году вот просто на них оторвалась. Вот только гляньте. Здесь не только бронзеры. Здесь, например, очень приятный вот такой хайлайтер от L'Amel, который я похвалила. Но я не ношу хайлайтер. И не знаю, насколько мне можно доверяться в таких вопросах. Зато я очень здорово разбираюсь в бронзерах. И этим летом я оценила вот такой бронзер от Gucci в оттенке 01. Очень он имеет красивый оттенок. Очень приятно распределяется. Не залипает. Очень красиво сидит. Чуть-чуть как будто бы даже немножко отражает цвет. При том, что он абсолютно матовый. Не знаю, как он это делает. Но что-то такое происходит. Какая-то магия. Я думаю, за счет шелковой текстуры. А уж какая здесь красивая упаковка. Ну, я думаю, что вы и так прекрасно видите. Я знаю, чем я испачкалась. Я и сейчас собираюсь испачкать новую свою футболку. Это все туши. Просто я про туши снимала несколько раз. Дальше вот такой вот бронзер от Clinique, который называется Power Pop. Solo Pop. Он мне очень понравился. Очень он красиво смотрится. И я уже немножечко покромсала эту приятную поверхность в виде цветочков. Упаковка, как я и говорила, мне не нравится. Стойкость у него отменная. Я очень оценила вот такие вот средства от Nabla и Soft Revenge. И второй бронзер, который называется Ambra. Soft Revenge это скорее именно скульптурирующее средство холодное. А Ambra это именно очень приятный, красивый бронзер. Невероятно сбалансированный оттенок. Я думаю, очень многим людям он подойдет. Я уже успела упаковать оттенок румяна Independence в коробочку для того, чтобы его продать. Потому что румяна мне эти нравятся по текстуре. Они запеченные, они красиво сияют на щеках. Но при этом это слишком для меня теплый оттенок. А таких оттенков у меня вагон и маленькая тележка. Но я определенно себе оставляю оттенок Lola, который очень красивый, имеет коралловый отлив. И это лучшие коралловые румяна в моей коллекции. Все эти запеченные румяна, бронзеры, скульпторы прекрасно держатся, хорошо наносятся, не пятнят. Очень я хвалила двушку от Bobby Brown, которая называется Bronzing Powder Duo. Здесь красивые румяна, розовые, нежные, которые придают свежести лицу. И классный сбалансированный матовый бронзер. У меня был такой бронзер, именно поэтому я и купила эту двушку. Надеюсь на то, что румяна окажутся классными. В общем, все так и оказалось. Это очень стойкие средства. Вероятно, самые стойкие в моей коллекции. Да, стоят дорого и довольно сухие такие текстуры, не слишком современные. Не хватает здесь также бронзера от Clorans, который я продала. И я надеюсь, что новой обладательнице он понравится больше. Но мне он смотрелся слишком рыжим. Не хватает здесь бронзера от Hourglass. Я же говорю, что я здесь разгулялась. Бронзера от Hourglass мне очень понравился. Мне его присылала Алена. И возможно, я себе такой куплю. Он смотрелся максимально деликатно, естественно. И как это водится со средствами Hourglass, он практически сливался с кожей. Не хватает здесь румян от Патрика Та, которые также уехали к своей законной владелице. Оттенок сам очень симпатичный, но текстура чрезвычайно рыхлая. Меня это не смущает. Я люблю рыхлые текстуры, хотя, конечно, сразу провожу аналогию с палеткой от L'Amel, которую я очень-очень сильно люблю, которая отличается абсолютно такой же рыхвостью, вот один к одному, но при этом стоит просто в десятки раз дешевле. Опять же, если я это могу принять, если мне это нравится, потому что за счет этого очень легко тушуются румяна, то высока вероятность, что далеко не все люди это оценят, что им это дело понравится. Поэтому тут, конечно, на любителя. Упаковка симпатичная, да, такая миленькая. Плюс, как выяснилось, у меня найдется дубль в коллекции. Один к одному эти румяна выглядят как румяна из палетки Веры Брежневой, и даже по текстуре они также совпадают. И оттенок на щеках смотрится аналогично. Поэтому, в общем, я страдать без этих румян уж точно не буду. Помады, и, наконец-то, мы перейдем к теням. Я довольно много помад попробовала этим летом. Я расскажу про самые лучшие и самые худшие. Не понравился мне блеск от Nabla, потому что он не держится на моих губах, не сидит однородно и поддается силам гравитации. Мне не понравились масла от бренда L'Amel, потому что, в принципе, это не мое средство. Здесь у меня также и бальзамы такие полупрозрачные. В общем, туда же, потому что это, в принципе, не мое. Из всего нового запуска от бренда Stellar, я оставила себе одну помаду в оттенке 117 First Lady, потому что это очень красивый и очень комплементарный оттенок. Мне совершенно не понравилась помада из линейки Ecstasy Luck в 302 оттенке. Не оттенком, потому что он такой темно-рыжий. И я покупала, как вы понимаете, без затеста. Не самое главное его нанесением. Потому что текстура у него крупинистая, и это какой-то ужасный, абсолютно нераспределяющийся оттенок. И у меня есть на самом деле подозрение, что он испорчен. Я написала службу поддержки компании L'Etoile, где я приобрела этот оттенок, и они никак не отреагировали, не ответили мне. Вот просто тотальный игнор. Поэтому есть такое у меня подозрение, что на самом деле это просто неправильная текстура. Она не должна быть такой. Я совершенно не оценила эти две помады от бренда Bobby Brown, потому что они не держатся стойко, хотя заявлены стойкими. Они легко смазываются. Я это ненавижу. Особенно вот такой фокус не проходит у меня с красной помадой. Я один раз вот так задев рукой, в общем, получила свою любимую улыбку Джокера. Еще из этих двух от бренда Bobby Brown я предпочитаю вот эту более бежевую, потому что с ней косяки не так заметны. Она быстро съедается, нифига не держится, но сам оттенок, надо признать, очень-очень красивый. Я несколько раз его называла. Он, еще раз повторюсь, называется как Juicy Date. И две помады, которые мне очень понравились от двух разных брендов. Я тогда искала классные лаковые помады от Shu & Mura, хотя она не слишком плотная. И практически такими же характеристиками, не слишком высокой плотностью, но очень красивым глянцевым блеском отличается помада от Lancome. Вот эти две помады, это бесспорно мои фавориты. Наконец-то мы переходим к теням Аллилуйя. Я вам покажу самую худшую палетку этого лета, которой бесспорно стала вот эта палетка от Revolution, которая называется Foil Frenzy Hybrid. Тени из этой палетки очень сложно перенести на глаза. Бронзовые переносятся отлично, другие намного хуже, то есть раз на раз не приходится. Качество здесь нестабильное. Это номер раз. Второе. Если удается перенести тени на глаза, то там происходит нечто невообразимое. Я периодически рассказываю, как тени, подчеркиваю текстуру века, но здесь это усилено в сотни раз. Все веки просто присобираются, они становятся гармошкой. Это самые жующие веки тени вообще в моей коллекции. Совершенно отвратительная палетка, которую я даже отдавать никому не буду. Я ее просто выброшу. И я, конечно, ее никому не советую, хотя первоначально надежда была на то, что это будет светиться как не в себя. И, к слову, просветиться как не в себя. Далеко не все тени здесь фольгированы, несмотря на то, что заявлены на упаковке. Некоторые переносятся на глаза, даже когда переносятся. Очень блекло, очень тускло. Короче, совершенно провальная палетка для меня. Следующая палетка, которая попала ко мне в немилость от бренда Nabla. И это красивейшие глиттеры, на которые я рассчитывала. Но, к несчастью для меня, я не могу их носить на глазах, потому что чувствую тяжесть. А самое главное, здесь такие крупные частицы. И они все время норовят попасть мне в глаза, что я считаю, это может быть опасным для моих оперированных глаз. Мне понравились мне вот эти тени от бренда L'Amel. Это жидкие тени. Я, в частности, вчера носила вот эти тени, которые не слишком блестят на моих глазах. Темные. В качестве базы под другие тени они стерлись буквально через пару часов. Они совершенно не выдерживают трения, слез, даже закрепленные сухими тенями. Вот этот оттенок мне понравился больше. Я вижу в нем дуахромность. Из фиолетового в синий или в голубой. И в качестве украшалки, и он блестит намного больше, чем вот этот оттенок, поверх других теней он смотрится клево. Но, опять же, в качестве базы он не выдерживает. Стойкость у них очень-очень низкая. Две палетки от Tom Ford не дошли до сегодняшних выводов, потому что обе палетки я продала. Хотя одна из них мне нравилась в целом. И это палетка Pretty Baby, изначально которую я купила только исключительно из-за дуахрома. Но когда я этот дуахром начала сравнивать с тем, что представлен у меня в палетке от Pet Magrat, в палетке с синим рефилом, я только так называю палетки от Pet, я поняла, что он гораздо более приглушенный, менее звонкий такой, знаете. Он более повседневный, который был в палетке от Tom Ford. А я предпочитаю, чтобы это все искрилось на глазах. И, к слову, сегодняшние тени как раз это из той палетки Pet с синим рефилом. И я решила, что, скорее всего, буду пользоваться этой палеткой довольно редко. И продала ее. Зато вторая палетка вызывала у меня гораздо меньше позитивных эмоций, потому что та палетка, это Clutch от Tom Ford, достаточно туго тушевалась. Некоторые из оттенков ложились пятнами. Некоторые не очень красиво смотрелись на моей коже. Они раскрывались, знаете, такой грязью, серостью. Среди хорошистов покажу также палетку от Makeup Revolution, которая называется Forever Flawless. Очень неплохая палетка для людей, у которых кожа чуть-чуть светлее моей. Потому что, например, здесь есть целых три оттенка для закладывания складки века. Немножко оливковый, теплый, уходящий в персиковинку, и холодный, маувовый. Они круто тушуются, они красиво смотрятся. Их можно наслаивать для нужной интенсивности. Здесь, пожалуй, не хватает совсем темно-коричневого. Здесь есть вот такой вот чуть-чуть потемнее, чем предыдущие. И это, конечно, загвоздка. И здесь не хватает светлого матового. Но, опять же, можно заменить его, например, пудрой. Но при этом здесь есть очень красивые шиммерные оттенки, которые, к сожалению, немножко тускнеют к концу вечера. Но в целом 5-6 часов они очень достойно смотрятся на подвижных веках. Поэтому я считаю, что из недорогих палеток это, в принципе, достойный экземпляр. И можно сделать очень красивые макияжи на глазах. Ну, наконец, лучшие палетки этого лета, но тоже в порядке увеличения к ним моей лояльности. Например, я только в конце покажу эту палетку от Pet Magrat, которая меня не удовлетворила по всем фронтам, потому что глиттер здесь оказался сухой и неприятный. И если бы я начала знакомство с тенями от Pet Magrat с этой палетки, то этим бы все и закончилось. Но поскольку у меня уже была палетка с синим рефилом обалденного качества, поскольку я уже попробовала тени от Pet Magrat розы, первую, вторую, которые я оцениваю очень высоко, я, конечно, ждала от этого глиттера большего. Он оказался сухим, неприятным на ощупь, каким-то, ну не знаю, некрасивым. Он не так смотрится круто, он не так вполировывается. Да, я укротила его при помощи воды, но я терпеть не могу, когда нужно прибегать к каким-то дополнительным ухищрениям, чтобы получить максимум из супердорогих теней. Здесь приходится. Здесь есть очень красивые оттенки, вот этот, и вот этот, и этот, но это все красивульки и игрульки, которыми стоит украшать другие какие-то мейки. Полноценной эту палетку назвать я не могу. Следующая палетка, которая для меня не без греха, называется Indurine Love. И у меня версия Deep, и именно этим обусловлено мое к ней отношение. Это палетка от Sidney Grace, и она мне нравится. Меня устраивает здесь качество матовых оттенков, но мне не нравится здесь, во-первых, дублирование этих самых оттенков, потому что здесь сразу несколько коричневых, которые похожи друг на друга. Ну вот как минимум вот эти два. Здесь мне не нравится отсутствие светлых оттенков, которыми можно было бы высветлять подвижное веко, потому что даже самый светлый, это вот этот сатиновый оттенок, не слишком-то и светлый. И, конечно, я тут вообще не ищу никакой матовый подбровь, потому что он здесь не предполагается, это версия для более темнокожих людей. Поэтому по большому счету у меня претензии не к качеству самой палитры, сколько ко мне, потому что я не дождалась светлой версии, купила сразу темную. Не знаю, на что я рассчитывала. Еще я услышала претензии некоторых девочек относительно вот этих ярких фольгированных теней. Вот этого оттенка, вот этого, по-моему, вот этого определенно. Но вот этих двух – это точно. Девочки сказали, что они смотрятся слишком дешево. Слушайте, руки у меня ужасно грязные. Я думаю, что речь идет о том, что они смотрятся как такая яркая фольга. И это действительно так. Это яркие, фольгированные, сочные тени. Невозможно, это не слишком уместно на повседневную носку. Но я такое люблю. Хотя если выбирать между фольгированными тенями от Sidney Grace и запеченными текстурами с миллиардами крошечных частиц, например, от Pet Magrat, я, конечно, бесспорно выберу Pet Magrat. Они смотрятся более многомерно и более многогранно на глазах. Это классная палетка. Она тянет на классную полноценную четверку. И я ее могу советовать. Но все-таки я больше буду советовать, наверное, версию посветлее, если она доступна на сайте. Дальше, дальше пошли мои бесспорные фавориты. Лучшими палетками этого лета я называю палетку от Viseart, которая гораздо более мягкая, чем версия с холодными оттенками. Я ту версию продала. Здесь тени намного мягче. Они еще лучше и круче тушуются. И из трех матовых палеток от Viseart, хотя, наверное, уже из четырех, у них же еще одна версия вышла таких холодных оттенков. Ну, пускай. Из четырех матовых палеток Viseart я бы рекомендовала именно эту в качестве повседневной. Можно заложить любую форму. Эти тени прекрасно друг с другом сочетаются, входят в друг друга, образуют красивые градиенты. Я обожаю эту палетку, равным, как и я очень люблю свою версию теплую. И напоследок я оставила свою любимку лето. Это палетка от Melt Cosmetics, которая называется She's in Parties. И давно ни одна палитра не вызывала у меня настолько трепетных эмоций. И я с огромным удовольствием, как только появлялась возможность, когда я ничего не тестировала, пользовалась именно ею. И только ею. Никаким другим теням я не прибегала. И всегда получался очень красивый результат на глазах, который меня радовал. И я получала комплименты этим мейкам. И еще одни тени я хочу похвалить. Я благодаря только вам их купила. И это однушка от Бобби Браун. Я говорила тогда, что я не люблю пользоваться однушками. Но тут я для себя осознала, что я люблю пользоваться теми, как выяснилось, однушками, которые заключены вот в отдельную коробочку. То есть, когда это полноценная палетка, пускай крошечная, маленькая, но полноценная палетка. И я сейчас с таким удовольствием пользуюсь этим глиттером. Я даже не уверена, что я хочу теперь покупать палетку Divine Rose, потому что прежде всего меня пленил как раз вот такой вот глиттер. Да, они немножко отличаются. Все-таки здесь он чуть более золотой, а там более платиновый. Поэтому я все-таки не исключаю возможность, что когда-то та палетка появится у меня. Но сейчас я довольствуюсь вот этим глиттером и получаю удовольствие. Он красиво сидит, красиво держится. Огромное спасибо, что провели столько времени со мной. Для меня это так ценно. Я чувствую, что ролик получился просто невероятно длинным. Тем более ценно для меня, что вы остались со мной. И я вас сердечно за это обнимаю. Пожалуйста, поставьте палец вверх, либо палец вниз, оценивая этот ролик. Любая реакция лучше, чем вообще никакой реакции. И если вы сделаете перепост в своих социальных сетях, то я буду вам чрезмерно за это благодарна, потому что это самый лучший способ популяризации канала, продвижения меня как автора канала. И, конечно, я буду очень рада прочитать про ваши косметические фавориты лета в комментариях. И увидимся в другой раз. Пока!